МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У прокуратуры Гомельской области отбылась координационная нарада по борьбе со злашенностью и коррупцией. Ей галонными темами стали анализ прышин повеличения колькостей хулиганствов, а так само питание безпеки дорожного руху. Рост выпадков хулиганствов означается уже на протягу некольких годов. Усплеск отбылся в 2013 году, когда их колькость появилась больше ему два раза. Негативная тенденция протягивается и в этом году, с початкой которого только до администрационной отказности притягнуто свыше 12 тысяч человек. У больше серьезных выпадках узбужаются криминальные справы. Если исходя даже из цифровых показателей этого года, у нас наблюдается по сравнению даже с 9 месяцем прошлого года рост на 20 с лишним процентов уголовно наказуемых хулиганств. Мы с 2012 года стали очень так плотно заниматься этой проблемой, и категории администрационных наказуемых хулиганств очень много ушли в уголовные. Стали более тщательно относиться ко всем этим хулиганским проявлениям. Другим пытанием на Рады стало захование безопасности дорожного руху. Актуальность этой темы растет разом с колькостью автомобилей. Сегодня на территории Гомельщины зарегистрировано больше за 537 тысяч одинок транспортных сродков. Количество дорожно-транспортных происшествий, а также количество погибших лиц в этих происшествиях и травмированных по сравнению с прошлым годом у нас уменьшилось. Однако возникает масса вопросов к организации дорожного движения, а также вызывает большую озабоченность количество лиц погибших пешеходов на территории города Гомель. Протягиваем выпуск. Повышение узронью доброго порадкования и поляпшение экологичной обстановки для этой меты в субботний день на Набережную Ракисош вышел коллектив администрации Центрального района, чтобы высадить молодые древы. Инициативу поднимал старшин Гомельского гора Выконка МакПетр Киришенко. Место акции «Новая частка Набережной» выбрана не выпадково. В 2013 году для «Лебединого озера» был покладен початок аллеи памяти. Першие древы на ее высадили народные артисты России Олег Газманов и керавництво в области и города. Посадка ж древу на этой территории дозволила завершить аллею. Новую Набережную дополнили клены, берозы, ели, рабины и иншие древы. Усяго было высажено 110 рослин. Очень приятно, что действительно она стала одним из самых любимых мест отдыха. Я думаю, что мы еще и дальше будем прилагать все необходимые усилия, чтобы здесь создавалась современная инфраструктура для отдыха, для развлечений и для разных категорий наших, возрастных категорий наших горожан. На Гомельшине практически на 100% завершена заготовка садовины и городнины на межсезонный период. Протягивается только закладка капусты, которая будет житовляться до 15 листопада. Усяго кооператоры в области закупили у насильництво больше за 30 видов рослинноводшей продукции. У Гомельским райспожил союзится на напрямую продукцию, изменяется амаль кожный день, у залежности от попыту. Всю информацию кооператоры расповсюдживают про СМИ, альбо размешаются на стендах своих магазинов. Коли объемы закупаемой городнины великие, специалисты выезжают на место. У остальных выпадках люди сами привозят свою продукцию у сховищи. Тут у специально кредитованной лаборатории проводится процедура проверки якости. Если это с каких-то хозяйств, то, как правило, у них есть декларация на эту продукцию и вся документация фитосанитарная, протоколы испытаний. То есть они нам это все дают. Продукция у Гомельским райспожил союзе не затримливается на долгий час. И она находится на складе часового захования, а после шагона кировается на сховищах Субрылева и комбината Усход. Минавито там она и находится весь межсезонный период. С сельско-господаршими предприемствами заключены отповедные погодненни. У Вогули закупка фруктов и Городнины у Гомельским райспожил союзе ожитивляется на протягу усяго года. Мы принимаем излишки. Кто-то где-то прячет по весне принимаем, кто-то дома сохраняет, потом принимаем. Это как картофель. А в основном заготовка начинается у нас с сентября. Кроме предприятий торговли мы еще занимаемся отгрузкой продукцией на экспорт. Это в Российскую Федерацию. На Гомельской универсальной базе пять камер для сельско-господаршей продукции. В 2012 году после их модернизации были усталеваны специальные сплит-системы, которые позволяют заховывать оптимальный температурный режим у весь межсезонный период. Мы уже практически заложили всю необходимую продукцию, которую планировали. Сейчас дозакладываем лук и на начало ноября месяца осталось заложить яблоки. И в принципе у нас полностью объем закладки, который мы планируем здесь, будет выполнен. Амаль – 2600 тонн бульбы, больше за 2500 тонн Гароднины и 450 тонн Садовины. У таких объемах продукция закладена у сховища Гомельского облспожив Союза. У вогули на территории в области находятся 24 такие объекты. Агульной умешальностью до 4800 тонн. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, отель радиокомпания «Гомель». Сопрацовники Гомельского отдела внутренних справ на транспорте с уместно с работниками областного отделения «Чигунки» провели профилактичный рейд для подлетков. Уделу им приняли в ушни гомельских школ. Под обязанностей профилактичной акции у репортажа Вероники Ворошилиной. Перед пошатком профилактичного рейда обовязковый инструктаж «Чигунка» зона повышенной небезпеки, як вядома, хто попереджены, то изброены. Удельникам акции тлумашать, як необходно себе вести, пачас проходження маршруту, і раздають памятки з правилами повозіна у «Чигунцы». Профилактичные рейды, змыты спынені і попередження правопорушення у Нагомельщини проводяться регулярно. І, як показывая практика, яны заявляються актуальными не тільки для подлетков, а й для дорослых, бо порушають правила і те, і другие. «Это і подростки, у которых имеється большое количество свободного времени, это і представители більшого старшого поколення. Всему этому являється человеческая глупость і безпечність, которая приводит к большим человеческим трагедиям». У сягоні калькі хвілін пагрузки пассажіру, і гэты яркий, компактний чигуночний транспорт отправляються у круговый маршрут ваколу Гомеля. На ягу борці, окраме работніка у Гомельской чигунки, знаходяться супрацовніки транспортной милиції і вушні середніх школ. Маршрут руху обраны невыпадкова, гэта доволі активний участок чигунки, де означається найбольшая колькость порушенью і несчастних випадків. У тим ліку администраційних правопорушенью з уделом неполнолетніх. Як правило, їх причиной з'являється дитячае свавольства. «Трое несовершеннолетних гуляли на житті дороги і решили посторонні предметы положити на рельсы перед подходящим поездом. Машинист їх увидел, сообщили нам, наші сотрудники выехали, задержали, привлекати к административной ответственности, будем родителям. За поведенням несовершеннолетних в течение полугода будут сотрудники милиції наблюдать, чтобы їх поставити на профилактический учет». Подобные необдуманные учинки могут каштовать батькам до 10 базовых величин. Як правило, починаючи з 14-ти годів, отказність за їх несуть уже самі юні порушальники. Однак, коли дятей до чугунки привабливає подлетковий романтизм, причиной правопорушенью дорослых з'являється невыконання елементарних правил особистой безпеки, що дивно тих, які доброведують новоддєці. «Нельзя гулять на железній дорогі, либо перебігати її. Коли ти спішиш куда-то, теж нельзя перебігати железну дорогу, потому що може поїзд збити». «Вести себе треба аккуратно, самое главное, не прыгати на железній пути, це дуже опасно. І краще відійти подальше від під'їжджаючого поїзду, щоб, не дай Бог, він просто вас не заділа». Все літа на чугуночних шляхах в області потерпіли 18 чоловік, 12 загинули. Як свечі статистыка, причинні троєды, і часті за усе з'являється знаходження чугунці у нецверозім стані. Переход шляхову у неустановленних місцях, бездумні перебіжки передадучим техніком. У такі момонты многие навіть не задумуються. Подобная бестурботність у лепшим выпутком може обернуться администраційной отказністю, а коли не пошанцую, на огол каштовать життя. Вероніка Ворошилина, Александр Александруніс, Телерадо, Кампанія Гомель. Бучиться треба у лепших і у юних гомельських баскетболістів була така махчымасть. Майстер-класс для їх провів центровы зборной Беларусі Миколай Аляксію. Подробязністю Максима Савіна. Миколай Аляксію обороняй кулер національній зборні більш за 15 годів. У його клубній біографії, в опыту выступленья у США, в чемпіонатах России, України, Югославії, Венгры і інших країн. Після завершення кар'єры гульця баскетбол не покинул. Зараз робіць перші кроки на тренерськім шляху у республіканськім в учільщі Олімпійського резерву. В опыту достаткове є з чому навучить молодь. Діці уважлива слухаються з бачным ентузіазмом виконуюць практикованні. Криху тактики, технічних прийомів і фізичній подріхтолкі. Майстер-класс включив розні аспекты гульні. Однак головне не гэта. Діцький баскетбол, він нужен для того, щоб їм було весело, щоб їх більш просто заінтересовати. Рассказывати їм якісь навыки, технічні аспекты – це їм рано. Майстер-класси делаються з дітьми більше для того, щоб просто привіць к ним любовь к цьому виду спорта. Майстер-классам усе не обмежавалася. Спортшколу Гомельській області отримали у подарунок м'ячі з логотипами Беларусської федерації баскетбола і Национального олимпійського комітету. Це мероприємство стало часткою республіканського проєкта «Оранжовий м'яч». Надеюсь, що такі акції в перспективі будуть більше часто проводитися і дійдуть до максимального калічіства дітей. Максим Савін, Валерій Гапанько, Телерадио, компанія Гомель. І на гэтам пакулюсьо за развитем подій, сошити по наших випусках. Я з вами развитвуюся. До поважання. Дякую за перегляд!